Надо научиться правильно видеть человека и природу. 4 января президент Российской академии художеств Зураб Царетели отмечает 85-летие. В преддверии праздничной даты юбиляр встретился с известиями и поделился воспоминаниями о детстве, впечатлениями от общения с Сальвадором Дали, а также мечтами о новых проектах. Как вы проведете юбилей и сделаете ли себе какой-то подарок? Просыпаюсь утром и сразу хочется работать народный художник СССР Зураб Царетели о творческом долголетии, искусстве для искусства и культурной дипломатии, поскольку мой день рождения приходится на зимние каникулы, я хочу использовать это время, чтобы закончить в Пуэрто-Рико 126-метровую скульптуру рождения нового света. А уже 10 января я вернусь в Москву. Если погода не помешает, все должен успеть за эти дни. А как же праздники отдых? Для меня работа праздник. Вы создаете скульптуры, живописные работы, руководите Академией художеств, преподаете. Что для вас более ценно и интересно? Для меня все равноценно. Работаю ли я в мастерской, делаю ли новую выставку или пишу концепцию для Академии? Все это вдохновляет. Педагогика тоже. Когда я занимаюсь с детьми, поражаюсь, они потрясающе работают. Царетеля. Зураб Царетеля фотоизвестия Андреи, Эрштрем в России подрастает невероятно талантливое поколение. Это счастье для нашей страны. Единственный минус. Девочек, желающих заниматься живописью, гораздо больше, чем мальчиков. У меня недавно был мастер-класс, 64 ребенка, из них только 4 мальчика. Почему такой перекос? Царетеля, столько талантливых художников, как в России, нет нигде президент Российской Академии художеств, о воспитании мастеров, верности традициям и дискуссиях с творческими вузами, наверное, дело в родителях, хотят, чтобы мальчики занимались коммерцией, а не искусством. Я призываю родителей проснуться и понять, что в России уникальная художественная школа. Ребенок может тренироваться, рисовать, ему не обязательно даже становиться в итоге художником, он может просто развиваться, и учиться правильно видеть природу. Это целая философия научиться видеть человека и природу. Но научившись этому, человек сможет и точно передать это в рисунке, и хорошие стихи написать, и просто правильно мыслить. Во время мастер-класса вы видите, у кого из детей есть талант. А как же. Хотя они рисуют еще не совершенно и не все у них получается, но по пластике рисунка, по колориту, по цветовой гамме уже понятно, кто станет настоящим художником. И что делаете с этими ребятами? Более сложное задание им даю, улыбается. Когда молодому художнику проще сейчас или в те времена, когда вы начинали свой путь в профессии? Конечно сейчас, у нас свобода. И мы счастливы, потому что отношение к искусству такое, что самое важное быть профессионалом. Нигде в мире сейчас нет такого количества талантливых художников, как в России. Зураб. Президент Российской академии художеств Зураб царетели на своем мастер-классе для детей победителей международной выставки конкурса художественных произведений Белая ворона фото, РИА новости, Кирилл Калиников. Вы прожили с женой Инессой Андроникашвили 40 лет. Можно ли сказать, что она повлияла на ваше творчество? Безусловно. Она делала вам какие-то замечания. Говорила, что ей нравится или не нравится в ваших работах. Влюбленные люди замечаний не делают. Ей нравилось все, что я делал. Живописец всю жизнь создает одну картину художник Валерий Кошляков о бессмертии традиций, кризисе современного искусства и одноразовых откровениях. Вы встречались со многими известными людьми, в том числе с великими зарубежными художниками. Кто из них произвел на вас большее впечатление? Пикассо и Шагал. Они повлияли на меня своим индивидуальным отношением к творчеству, это очень много значит. Они не похожи ни на кого. В СССР учили так, чтобы все были друг на друга похожи. Это проявлялось во всем, у магазинов были одинаковые витрины, люди одинаково одевались, постоянно звучало слово «не положено». Считалось, что если ты живописец, то занимайся только живописью, если скульптор скульптурой. И когда я познакомился с Пикассо и Шагалом, я увидел, они, живописцы, делают и скульптуру, и графику, используют в работе самые разные материалы. Это меня вдохновило и убедило в правильности моего пути. Хотя еще мой педагог в Тбилисской академии художеств Василий Шухаев говорил, не имеет значения материал, главное создавать музейную ценность. И учил нас думать об объеме пластики, даже рисуя на бумаге. Когда заканчивались уроки по расписанию, Шухаев мне и еще одному будущему художнику Тингизу Мерзашвили давал личные часы. И мы выполняли такое задание, стояла обнаженная натурщица, мы могли на нее взглянуть, после чего поворачивались спиной и по памяти рисовали. Еще вы общались с Сальвадором Даля. В книге «Сердце на палитре» вы рассказываете, как обедали с ним и его женой Галой. О чем вы говорили? Искусство всегда несет в себе доброе чувство народный художник СССР Валентин Сидоров о правде творчества, деревенском детстве и ритме будущего, как поживаете, как здоровье, как работа идет. Это была обычная беседа. Но, безусловно, я чувствовал, что Даля особенный человек, поэтому во время разговора я наблюдал за ним, следил за его движениями, всматривался ему в глаза. Вы считаете, он великий художник? Да, недавно не стало еще одного вашего знакомого Джорджа Буша-старшего. Когда он впервые приехал в Москву, то еще в аэропорту спросил встречающих, можно ли посетить художника Церетели. Я тогда жил в подвале на Тверском бульваре, где сейчас музей современного искусства. Ко мне прибежали из аппарата президента, сообщили, я обалдел и стал спешно наводить порядок. Сначала даже не поверил, решил, что шутка, но оказалось правда, вскоре приехал Буш с супругой Барбарой и сказал, у нас есть полчаса, посмотрим работы. В итоге провели у меня больше трех часов. Мы накрыли стол грузинскими блюдами, стали их угощать, а когда Барбара пошла смотреть работы, я сказал, пожалуйста, выбирайте, что вам нравится, я подарю. Она выбрала только что написанный натюрморт. А уже потом, когда к ним в США приезжала делегация из СССР, сказала, что утро у них с Джорджем начинается радостно, они видят цветы Зураба, которые висят у них в спальне. Зураб Церетели. Зураб Церетели фото, известие, Алексей Майшев, в своих работах особенно в графике вы часто обращаетесь к детским воспоминаниям. У вас было счастливое детство? Могу сказать, что да. Рядом с моими родителями жил дядя художник, красивый мужчина атлетического телосложения. Я думал, что если стану художником, буду таким же красивым атлетом. Не получилось, смеется. И к нему ходили другие художники, а я сидел во время этих встреч и слушал, о чем они говорили. Это многое значит. Чем большего вы достигли, тем менее востребованный художник Михаил Шемякин на награде избранным. Выгорание цветов и треснувший чашки одно из самых ярких воспоминаний, как родители подарили мне цветные карандаши. И я стал рисовать, особенно много рисовал природу, учился передавать первые впечатления в рисунке. Это очень важное качество для художника. Еще недавно вспомнил, как мы, мальчишки, услышали, что началась война и выбежали во двор, радовались. Мы ведь не понимали, что это значит. Думали, что сейчас возьмем автоматы и бум-бум-бум. Всех врагов сразу победим. Но, конечно, в военные годы всем было плохо. Мама готовила каждый день одну и ту же кашу, в которую для сытности масло сверху наливали. Сделать какое-то другое кушанье возможности не было. А чем вы мечтаете? Работая над 23-метровой скульптурой органавтов для Эмеретинской долины в Сочи, я нашел там уникальную гору. И когда я посмотрел на нее, мне почему-то показалось, что на вершине стоит Христос и обращается к народу. Я мечтаю поставить там скульптуру Иисуса Христа. Справка известий Зураб Царетели окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств. Работал в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. С 1997 года президент Российской академии художеств. Народный художник СССР, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Лауреат Ленинской премии, двух государственных премий СССР и государственной премии России.